МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы открываем первый в стране уникальный экспериментальный центр безопасности. В котором у нас будут объединены и медицинские службы, и службы спасателей, и полицейские подразделения. Мы очень рассчитываем, что от этого качество жизни для всех лиманцев станет лучше. Будет безопаснее, будет удобнее и будет комфортнее. Надеюсь, что это не пустые слова. Я очень хочу, чтобы мы, используя этот небольшой центр, этот небольшой повод, привлекли сюда и новую технику, и новые возможности. Нужно сказать о том, что в 2017 году будет в полной мере реализовываться реформа службы чрезвычайных ситуаций. Для спасателей она будет в основном заключаться в том, что спасатель получит больше зарплаты, больше техники, но ему будет больше делегирована ответственность. И сегодняшний маленький шаг – это шаг в этом направлении. Сегодня здесь действительно у нас свято. Я очень хорошо помню этот день, когда мы с губернатором встретились и начали говорить о пилотном проекте на территории Донецкой области. Скажу отверто, я сначала не совсем верил в то, что в условиях войны мы сможем именно в Донецкой области продемонстрировать, как в условиях войны может работать реформа. И довести то, что война – это не привид говорить про то, что реформи проводить не нужно. Это действительно уникальный проект для нас, и это действительно реформа в ДИИ. По-перше, я хотела бы сказать, что мы имеем повну поддержку международной сплотой, потому что это святофий опыт. Как уже было сказано, и не раз, это не какой-то эксперимент, который мы создали из нашей головы. Это действительно святофий опыт, который мы вместе с нашими международными партнерами из Німечки, Польши, Америки, Канады, и многих других стран реализовали, прописали, скажемо, залучили этих экспертов до нашей рабочей группы. И уже сегодня вы видите, что безопасность громады и спасение жизни жизни – это главное, что есть на метре этой реформы. chart. Субтитры создавал DimaTorzok открылию что происходит с автомобилем. Выдывали на страницах границы границы. Выдывали на страницах границы. Выдывали на страницах границы. Машина действительно с конверсией, но ее вартость 1 миллион 700 тысяч грн, она обладнана сучасным обладнанием и имеет ямкость воды 5 тысяч грн. Здесь журь с пожарным караулять 4 человека. Подожди, пуском пойдет. Поднимем, да. Самое так, автомобиль. Ну это же, что вы этот самый, новый, да? Три комплекта теплозахисного костюма ТК-800, который дает возможность пребывать в зоне уражения в огне до 800 градусов. Это костюм химического захиста, а также термозахиста для работы в воде комбинованный. Это боевые, как пожежники, в индивидуальном порядке. Во всем мире отряды профессиональных пожарных – это центр, это элита. Но примерно 70% пожарных – это добровольцы. Как правило, опытные молодые ребята, которые пользуются уважением общества и имеют преференции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова